20 июня в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоял в защите новой версии Дорожной карты развития. Студентом, преподавателем руководства вуза ее представил директор Высшей школы Леонид Толчинский. Своё выступление Леонид Толчинский начал с обращения к опыту зарубежных партнеров не только референтных вузов, таких как Лондон-юниверситет, но и у крупных медиа со всего мира. Это необходимо, чтобы понять, в каком направлении развивается сегодня глобальная медиа-среда. Я считаю, очень важно все-таки начать работу по сбалансированному сокращению набора на блоков ряд до минимального количества профилей, давать одну базу всем студентам, делая упор на единой программе обучения. Компетенции должны быть максимально вынесены в магистратуру, которых должно быть больше. Главный упор, естественно, должен делаться на междисциплинарные специальности. Согласно Дорожной карте Высшей школы планируется создаваться совершенно новые направления. Геобрендинг и медиа-аналитика по профилю рекламы и связь с общественностью. В планах запуск 15 уникальных направлений магистратуры. Еще одним трендом развития Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ станет переход к западным методикам подготовки на уровне бакалавриата. В западной школе уровень бакалавриата рассматривается как журналистика, как часть массово-коммуникационных процессов и преподается в контексте социально-экономических и политических дисциплин. В комплексе реализации поставленных задач произойдет сокращение программ бакалавриата, постепенное преосмысление направлений магистратуры и привлечение иностранных студентов. Все это позволит нарастить объемы дохода от образовательной деятельности. Согласно Дорожной карте Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ, им стоит привлечь крупные информационные холдинги для увеличения высокоцицируемых публикаций. Наличие высокоцицируемых исследователей, преподавателей, а также базовые кафедры типа Блумберга, BBC, CNN, может быть и Russia Today, у вас большое поле для быстрых побед. Это то, что без серьезных капиталовложений чисто структурными вещами можно подтянуть. Ректор КФУ, Иль Шадгафуров отметил, что Высшая школа проделала большую работу при подготовке новой редакции своей стратегии. Еще раз возвращаюсь. А. Это самодорожная карта. Она должна быть рыночной, ориентированной на рынок сегодняшний. Б. Это университет. И продвигая университет через собственные механизмы, Вы тем самым можете отработать и все остальное. Дорожная карта была одобрена руководством, но подразделению предстоит сформировать поэтапный этап действий перехода к поставленным задачам. Диана Шилова, Леонард Валерьяров, Универньюз. Субтитры создавал DimaTorzok